там был вопрос очень такой про первую эмоцию в чем появляется принципиальность первые эмоции вопрос хороший но такой немного абстрактный потому что сложно на него ответить прям максимально конкретно и однозначно потому что любая первая функция принципиально точнее человек в области своей первой функции он принципиален но у каждой единицы тоже мы об этом много где рассказываем у каждой единицы свои конкретные приоритеты то есть понятное дело что у каждой первой эмоции в области эмоций в принципе приоритет высокий но какая-то первая эмоция любит например там любит какие-нибудь вечеринки тусовки много общаться с людьми то есть чтобы атмосфера эмоциональная была какая-нибудь максимально яркая максимально насыщенная и человек будет всячески будет сам находиться в этом состоянии потому что для него это естественно и будет вокруг себя создавать эту обстановку и будет идти в те места в которых эта атмосфера эмоциональная присутствует вот может быть первая эмоция которая наоборот любит уединение какие-то более спокойные более медитативные состояния вот и тогда человек будет в этом принципиальным ему нужно будет много личного пространства это кстати для интровертов с первой эмоции характерно ну или там для кого-нибудь у кого интровертные функции акцентированные при этом еще первая эмоция вот нужно будет больше личного пространства потому что человек хочет быть полностью в какой-то своей атмосфере она должна быть какая-то спокойная в общем какая-то строго определенная какая именно это знает только конкретно первые эмоции человек будет в этом принципиален ему необходимо будет это пространство ему необходимо будет будет это состояние потому что первая функция если мы берем первую эмоцию то вот это вот состояние человеку очень сложно себя воспринимать в отрыве от какого-то эмоционального состояния поэтому он будет стремиться опять же максимально пребывать в каком-то состоянии в каких-то ситуациях которые позволяют быть в этом состоянии или которые как-то дополнительно подчеркивают это состояние эмоциональное которые создают определенную атмосферу он будет стремиться быть с людьми которые помогают ему поддерживать эту атмосферу если же первая эмоция приходит куда-то и обстановка которая царит в этом месте, атмосфера, она как-то сильно противоречит тому эмоциональному фону, который первой эмоции какой-то конкретной нравится, или тому состоянию, в котором конкретно первая эмоция хочет сейчас находиться. Если возникает какое-то жесткое противоречие, то там будет два варианта. Чаще все-таки человек будет избегать таких ситуаций, потому что напрягаться, что-то там эту атмосферу как-то переделывать не особо хочется. Либо если состояние достаточно сильное, и у человека первая эмоция проявляется достаточно ярко, то он просто повлияет на эту атмосферу, повлияет на эту обстановку, и как-то переломит ситуацию именно эмоциональную, и будет просто спокойно находиться в той атмосфере, которая ему наиболее приятна, интересна, в которой ему хочется быть прямо сейчас, или в которой он сейчас находится. Поэтому основная принципиальность первой эмоции в эмоциях, в эмоциональном состоянии, и человек везде автоматически будет искать вот это совпадение со своими какими-то эмоциональными состояниями, в общении с людьми, в работе, в том месте, где он гуляет, в том месте, где он живет. И важнее всего будет собственная эмоциональная реакция на какие-то там, на что угодно. Вот, поэтому вкратце как-то так. Ну оно еще может быть по-разному на людей завязано, ты вот про логику и этику этот момент упоминала, нет? Про людей, но оно просто... То есть первая эмоция у логиков и первая эмоция у этиков, это немножко разные штуки. Нет, это уже понятно, но это я в целом описала, потому что если вдаваться в подробности, то опять же воля будет очень сильно влиять, потому что первая эмоция там со второй волей, она с одной стороны может быть более яркой, с другой стороны со второй волей человек, он в принципе более гибкий и ему легче подстроиться вообще по жизни, то есть в любой ситуации. Если первая эмоция с третьей волей, это будет максимально яркая первая эмоция, особенно если третья воля не очень гармоничная, вот, если воля четвертая, то первая эмоция может быть очень мягкая такая, и вы со стороны даже не особо поймете, что она первая. То есть в принципе очень много факторов влияет на то, как она конкретно будет проявляться, но вот в чем принципиальность, мне кажется, я этот вопрос раскрыл. Продолжение следует... Продолжение следует...